Приветствую друзья! Сегодня на обзоре мини-ПК Soya M4 Plus. Не побоюсь сказать, это один из самых удачных мини-ПК на процессоре N150. Этот процессор – эволюция процессора N100. Основные отличия – это повышенные частоты процессора на 200 МГц, но самый существенный апгрейд – это прокачанная графика. Частоты подняли на целых 30% – с 750 до 1000 МГц. Также добавили поддержку Intel Unison. Эта технология позволяет соединять ПК и мобильное устройство, позволяя использовать их удобным универсальным образом. Возможно, кому-то данная фича и пригодится в повседневной работе. Давайте посмотрим, что представляет собой этот ПК. На передней панели два USB-выхода. Кнопка включения и стандартный выход на наушники, ну или внешнюю акустику. Боковая панель. Имеет отверстия для вентиляции, довольно внушительных размеров. Задняя панель. Вполне стандартная. Выходы HDMI, DisplayPort, два USB, LAN-разъем и разъем питания. И, конечно же, отверстие для радиатора. На нижней крышке есть отверстие для крепежа компьютера на монитор или телевизор. Мое внимание привлек торчащий резиновый язычок. Сначала я подумал, это элемент дизайна. Но потом при разборе я понял, что из-за него надо потянуть, чтобы разобрать сам мини-ПК. Так как крышка сидит довольно плотно и без дополнительных усилий сниматься отказывается. А вот обратите внимание на текстуру верхней крышки. Ну, согласитесь же, намного интереснее просто плоской поверхности. К сожалению, камера не передает очень интересный цвет бокса. Он идет немного синий. Такого благородного оттенка мне очень понравился. Однозначно 5 баллов за дизайн. У меня в наличии есть еще один мини-ПК фирмы GMTEC. Давайте сравним их по габаритам. Ориентировочно, СОЯ больше где-то на четверть от GMTEC. Если брать толщину, то тут они плюс-минус одинаковые. По весу, конечно, GMTEC выигрывает. Скорее всего, это разница связана с системой охлаждения. Но хочу обратить внимание на один нелогический момент. Вот, СОЯ система охлаждения построена не совсем эффективно. Да, тут большие прорези для забора воздуха практически на всю площадь боковой панели. Но сам радиатор с кулером расположен в верхней части, почти впритык к верхней крышке. То есть, весь объем воздуха он как бы всасывает через боковые прорези. Если посмотреть на GMTEC, то тут тоже есть боковые прорези. Но они предназначены для охлаждения только материнской платы и ее компонентов. Но основной забор воздуха идет снизу, прямо в турбину. И для этого тут предусмотрены специальные отверстия. То есть, что есть правильной и логичной конструкции. И процесс охлаждения построен значительно эффективнее. Тогда как в СОЯ забор воздуха ограничен той щелью между самой турбиной и верхней крышкой ПК. Так как турбина всасывает воздух только центральной частью. И мне кажется, такая схема может быть неэффективной для охлаждения процессора. Конечно, габариты охлаждения у них разные. У СОЯ, соответственно, она массивнее и продуктивность ее больше. Но и ЕКПД может быть ниже, чем на Jimtech. Конечно, все опознается с тестированием. Но на первый взгляд, такое решение кажется спорным. Наконец, дошли до тестирования мини-ПК. И тут, при первом же прогоне тестов, у меня появилось очень много вопросов по уровню производительности. После первого теста, Geekbench показал крайне слабые результаты. Второй прогон был лучше. Но они все равно ощутимо отличались от показателей, которые видел в других обзорах мини-ПК с процессором N150. Если сравнивать, то в среднем они должны быть 1200 в сингл-кор и 3000 в мульти-кор. Я сначала подумал, что возможно проблема в профиле питания. Стоял сбалансированный режим. Я поменял его на максимальную производительность. Но результата это не принесло. Так и осталось 1200 и 2600. Я начал искать, в чем же может быть проблема. Все оказалось до банальности просто. Был упор в PowerLimit. Посмотрев обзоры, я видел, что в некоторых ПК есть в самом биосе профили питания от эффективного до производительного. И чтобы добиться максимальной мощности, надо выставлять как раз производительный профиль. Но к моему удивлению, в SOE M4 Plus такого профиля я просто не нашел. И я не придумал ничего лучшего, как заняться ручным разгоном данного ПК. Хотя это и звучит устрашающе. На самом деле я просто вручную поднял PowerLimit. По такой вот схеме. Конечно, после таких манипуляций все стало на свои места. Мини ПК заработал с максимальной производительностью. И результаты тестирования сопоставимы с результатами других обзоров. Но больше всего меня приятно удивила температура процессора. До разгона она составляла максимум 54 градуса. А после разгона те же самые 54 градуса. И хочу отметить тот факт, что работа кулера практически не слышна. Вот можете даже послушать. Продолжение следует... Потребление из розетки составило всего 23 ватта. Это при прогоне тестов в Geekbench. При том, что я поднял PowerLimit. А это потребление Gemtech на процессоре N100. 28 ватт на минуточку. Intel можно похвалить. В процессоре N150 они умудрились не только поднять производительность, но и повысить энергоэффективность. Это еще один плюс N150. Помните, в начале видео я критиковал систему охлаждения? Так вот, беру свою критику обратно. Она оказалась крайне эффективной, а также очень приятной по акастическому комфорту. У меня была планка Azul с частотой 3200. И я решил протестировать с более быстрой памятью и посмотреть, какой будет прирост производительности. По итогу тестирования, прирост производительности оказался минимальный. Так что не стоит переживать из-за комплектной памяти с частотой 2666 МГц. На общую производительность это никак не повлияет. На просторах интернета я нашел сводную таблицу по мини-ПК на процессорах N100 и N150. Вот как раз можно сравнить результаты моих тестов и с другими моделями. Вот, я их выставил сюда, вверх таблицы. Это результаты тестов сингл-кор в Geekbench. И немного поясню. Синим показаны результаты тестирования на дефолтных настройках. Грубо говоря, достал из коробки и запустил. Но, как мы уже раньше выяснили, бывает так, что сам ПК настроен на пониженную производительность. И надо сделать дополнительные манипуляции, чтобы включить максимальную. Так вот, Soya M4 Plus в обоих режимах имеет одинаковую производительность. И она имеет адекватное значение среди других ПК. Но, вот смотрите, GMTEC G2 Plus, вот в самом низу таблицы, он имеет существенную разницу на дефолтных настройках и режим производительности. Вот такие моменты надо учитывать. Мультикор. Тут ситуация отличается. Прирост составил 15% от дефолтных настроек. А вот таблица потребления электроэнергии в ваттах. И тут я наблюдаю легкий шок. Ведь, посмотрите, потребление у некоторых мини-ПК составляет больше 40 Вт. В то время, как Soya M4 Plus максимум потребляет 23 Вт. И производительность этих всех ПК плюс-минус одинакова. Ну, а здесь мы можем видеть максимальные температуры процессоров. Тут я повторюсь, у Soya система охлаждения оказалась, на удивление, очень эффективной. Хотя, на первый взгляд, я был уверен, что она с такой конструкцией будет просто не справляться с своей задачей. Был неправ. Ну и, как можно увидеть, такие пока страдают повышенными температурами. Но, больше всего подвержены такого совсем маленькие форм-факторы. Такие, как GMTEC в таком компактном корпусе. Да, есть еще меньше форм-фактор. Вот, опять же, GMTEC Newbox G2. Тут температура поднимается до 90 градусов. А в некоторых моделях, вообще до 100. Я могу только представить, как там свистит тот бедный кулер. Если вам данный мини-пк показался интересным, я оставлю ссылку в описании, где я его брал. Да, забыл сказать. Есть еще Pro-версия этого ПК. И, отличительной характеристикой, есть наличие двух выходов USB-C. Через них, кстати, можно запитать этот ПК от любого повербанка. Как, на мой взгляд, эта версия более интересная. Закончить видео хочу демонстрацией графических мощностей этого мини-пк. Качество картинки, конечно, ужасное. Но это все, что я смог сделать в тот момент. Чтобы было понятнее, вот настройки графики, которые я применял. Хочу сказать, что они далеко не минимальные. Но мини-пк с уверенностью вытягивает их. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Надеюсь, было интересно. Всем пока. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok